Вместе за безопасность на Авторадио Друзья, приветствую! В эфире программа «Вместе за безопасность» Ток-шоу, в котором мы обсуждаем темы, волнующие всех, без исключения участников дорожного движения В студии Татьяна Воронцова Здравствуйте, Иван Броневой Здравствуйте Наш сегодняшний гость, руководитель Академии водительского мастерства Александр Каминский Добрый день И общественный деятель Наталья Агре, здравствуйте Добрый день Ну и, конечно, традиционно с нами здесь, в студии Авторадио, наши активные слушатели Которые принимают участие в разговоре Сделать это можете и вы Подключайтесь к трансляции на сайте Авторадио.ру А также отправляйте свои вопросы и комментарии на наш ватсап-номер 8-915-459-2020 Итак, друзья, сегодня я предлагаю поговорить о том, как управлять автомобилем в сложных погодных условиях Потому как осень уже наступила, зима на подходе И этих самых сложных погодных условий будет больше, чем нужно Кстати, предлагаю начать со зрителей, которые находятся в нашей студии Да, давай сразу и спросим Какие у вас есть навыки, какие, может быть, способы управления автомобилем в сложных погодных условиях Осенью, зимой как меняется ваш стиль вождения? Вот, да, давайте, пожалуйста Максимально, что изменяя зимой в вождении, это увеличивая дистанцию Так, еще какие-то, может, мужчины хотят предложить? В первую очередь, думаю, переобуться, ну а потом уже все по ситуации Главное переобуться вовремя, да Александр, по глазам вижу, хотите дополнить чем-то? Ну я бы дополнил, что еще можно дворники поменять на зимние Можно еще жидкостеклоомыватель, чтобы она не замерзла А так я стиль вождения не меняю Есть статистика, по которой большинство аварий, а именно 54% от общего числа Происходит в ясную погоду На втором месте в пасмурную погоду 37%, в снегопад всего 5%, а в дождь всего 4% Как вы это можете прокомментировать? Это действительно правда, более того, это также подтверждает результат социологических исследований В голове действительно у населения самое опасное это сильный дождь, это туман и снегопады То есть что как следствие заставляет водителей менять свое поведение при управлении транспортными средствами Другое дело, что асфальт все-таки по большей части цепкий и он прощает ошибки Лед уже нет Ну вот кстати про условия, давайте поговорим Давайте на конкретных примерах разберем У наших слушателей в студии есть история на эту тему как раз Предлагаю им дать слово Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, вот как раз про лед и про снег Как раз интересная ситуация была с прошлого года Осень резко так поменялась Сначала было вроде тепло, потом резко холодно и снег сразу выпал А мы как раз в то время решили как бы съездить на рыбалку Из Москвы в Астрахань Ну а уже когда оттуда возвращались Погода то есть резко изменилась А шины еще не перебывали Решили ехать так Вопрос планирования Да, вопрос планирования Вы знаете, на самом деле этот вопрос он связан как С непосредственно действительно с планированием поездки И не только с точки зрения погодных условий На сегодняшний день огромным количеством министерств и ведомств Создается специальные карты На которые водители могут при планировании маршрутов В какие-то незнакомые новые места посмотреть И кстати в данном случае посмотреть на прогноз погоды Что действительно немаловажно А также еще оценить и различные точки аварийности на дороге Александр, вопрос к вам Все-таки если человек понимает, что ему сейчас придется ехать По первому снегу на летней резине Можно ли как-то доехать? Ведь мы же потомки людей, которые ездили на летней резине зимой На заднеприводном автомобиле без АБС и ЕСП Смотрите, ну найти зимнюю резину Как мне видится, не такая большая проблема И стоит она совсем уж не бешеных денег На рыбалке в Астрахани Ну в Астрахани же Но не где-нибудь там в пустыне Сахара Ну хорошо, резину не нашли Муской совет был бы остаться на рыбалке еще несколько дней Резины нет, вот смотрите Нет резины, надо ехать Или не надо ехать Ну значит езжайте Смотрите, еще раз, безопасность в голове Если у человека голова работает, он правильно анализирует дорожную обстановку Любой недостаток, за исключением, когда он находится в состоянии алкогольного опьянения Любой недостаток, свой личный или недостаток машины Его можно скомпенсировать путем снижения скорости Как ни странно, да? Плохая резина, ну не надо ехать по трассе 90 Ну езжайте там 40 Вы будете долго ехать, но вы приедете Тормозите раньше, дистанцию держите больше Спасение утопающих Да, да, да Не надо доводить до таких ситуаций И если в Астрахани, ну закажите курьером резину Пусть вам привезут Мобильный шанс-монтаж Наталья, у меня к вам уточняющий вопрос Вот вы начали говорить о том, что существуют карты с аварийными участками Да, отмеченными на трассах В связи с этим вопрос появляются еще на федеральных трассах Мы об этом знаем, пункты обогрева зимой И можно ли тоже где-то такую карту найти Чтобы, например, человек, попланируя какую-то длинную поездку Да, тоже вот мог это заложить себе где-то Ну то есть это как минимум сайт МЧС наверняка, да? Потому что пункты обогрева разворачивают именно спасателя Есть сайт МЧС, есть сайт госавтоинспекции, где также есть информация Есть сейчас ресурс, который в ближайшее время запустится Это программа безопасной и качественной дороги, которая специально создает ресурс Там же будут указаны ремонтные работы Им тоже нужно уделить особое внимание Карты, это, конечно, хорошо Но понятно, что пунктов обогрева на всех не хватает Вот ситуация, помните, несколько лет назад На трассе Дон из-за снегопада Огромная пробка была, люди стояли До них даже добраться никак не могли Может быть, есть какие-то советы, что нужно возить в автомобиле, когда чувствуете, что наступает зима по календарю? Ну, смотрите, пока я ездил на отечественных автомобилях, у меня всегда с собой был комплект зимней одежды в багажнике Плюс сюда, естественно, лопата, плюс цепи противоскольжения или такие, как гусеница, та танка, да? От бульдозера Тракер Да Но я вожу в автомобиле с собой валенки зимой Ну, потому что ноги, главное, чтобы ноги не замерзли, я так считаю Ну, вот на эту тему, кстати, еще в продолжении, да, есть сообщение из нашего WhatsApp В холодное время в машине у меня всегда шерстяные носки, теплый плед На случай, если застрянут зимой, бензин закончится Я буду долго и безнадежно ждать помощь И вот что еще имеет смысл в багажнике на всякий случай Ну, на самом деле, омывайка Причем здесь речь идет не только про холодное время Бывает сильный дождь, бывает грязь Особенно, опять же, на каких-то участках дороги, которые незнакомые Со мной это произошло один раз летом Она действительно закончилась Грязь летела в таких объемах, что фактически дворники не справлялись Александр, у меня вот такой вопрос Наши слушатели идут покупать новый автомобиль Сейчас огромное количество систем безопасности предлагает любой практически автомобильный бренд Какие вы считаете на данный момент самыми полезными и обязательными? На что обратить внимание, когда выбираете комплектацию автомобиля? Ну, смотрите, на сегодняшний день уже эти системы все интегрированы в одну Которая называется по-разному либо ЕСП Либо система курсовой устойчивости, либо система стабилизации Это некий центр управления полетами, скажем так Туда интегрировано все, включая АБС И в зависимости от того, что нужно, система включает тот или иной алгоритм Ну, и как-то пытается спасти машину Знаю некоторых водителей, которые АБС на определенный сезон Вообще отключают у автомобиля, где не ЕСП, а просто АБС Что вы думаете по этому поводу? Есть, кстати, две группы водителей, между прочим Одни говорят, что без АБС, если на тормоз в пол нажмешь, колеса блокируются И машина летит по льду целый километр, не управляется И вообще ничего с ней сделать нельзя Поэтому обязательно должно быть АБС А другие говорят, да какая АБС, да вы что, ты там на тормоз нажимаешь? Она начинает стрекотать, машина летит неуправляемо, не тормозит АБС не нужна На самом деле люди никак не могут понять истинные причины Мы тормозим на льду На льду сцепление плохое И ни одна машина нормально на льду тормозить не будет Независимо от того, есть ли АБС или нет И не надо ничего отключать Вносите коррективы в стиль вождения Вот и все Ну, на самом деле еще очень важный момент Мне кажется, Александр меня всячески поддержит Обязательно выезжайте на какую-либо из свободных площадок И хоть раз попытайтесь экстренно затормозить Причем я сегодня говорю не только на скользкой поверхности При низких температурах на льду Вы хотя бы на сухой хотя бы раз оттормозите Для того, чтобы понять, каким образом поведет ваш автомобиль Коллеги, ну давайте обратимся к распространенной ситуации Как только начинается дождь, город становится в многокилометровые пробки Хотя дождь может быть там не суперливень А просто совершенно обыкновенная Я предлагаю задать вопрос нашим слушателям в студии Кто из вас попадал в аварию во время дождя И вот с чем вы это связываете? Есть история? Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина В аварии, к счастью, не была Но вот недавно буквально на себе испытала, что такое аквапланирование Мы с мужем ехали на дачу Я была за рулем Пошел ливень И машина буквально сразу понесла Я стала по незнанию оттормаживаться Но ехала в левом ряду И чуть-чуть не задела прям правую машину Хорошо, что муж меня тут сразу схватил за руль Сказал тормозить двигателем И, ну, банально просто вырулил машину Вопрос, я так понимаю, Александру адресован Что делать, когда на дорогах не просто мокро А очень мокрые лужи и, видимо, колея И вообще, что такое аквапланирование? Когда оно возникает? Или это миф? Как правило, это когда вы едете в колее, в мокрой, долго, с большой скоростью Если у вас резина, соответствующая сезону И находится в нормальном состоянии Аквапланирование начинается на скоростях от 90 км в час Поэтому, чтобы оно не начиналось Во-первых, не надо ехать в колее, в принципе, если есть такая возможность В дождь Во-вторых, если вы уж туда попали Ну, снижайте скорость Просто не доводите до критического Если уже вы поняли, что машина потеряла управляемость Как это вообще обычно происходит? Вот вы едете, машина всплывает Ничего не меняется Вы как на глиссере плывете Но потом вы начинаете действовать рулем Ну, зачем-то вам перестроиться, допустим, надо И вы понимаете, что управления нету И вот дальше, что неприятно Руль-то повернута И вдруг машина случайно Ну, ее как-то же в колее болтает туда-сюда И вдруг машина цепляется за кусочек асфальта Сцепление тут же обретает И тут же выстреливает резко в соседний ряд И вот тут начинаются самые большие неприятности Поэтому вот руль держим прямо Понимаем, что, ой, аквапланирование Действительно резких движений лучше не делать Отпустите педаль газа, снизите скорость И, собственно, уйдите вообще из этой полосы Чтобы вас там не было Ну что, спасибо большое Разумеется, тема еще до конца не раскрыта Мы продолжим обсуждать ее Буквально через несколько минут Оставайтесь с нами Друзья, в эфире Авторадио Вновь программа «Вместе за безопасность» Ток-шоу, в котором мы обсуждаем темы Волнующие всех, без исключения участников дорожного движения Меня зовут Иван Броневой Со мной моя коллега Татьяна Воронцова Общественный деятель Наталья Агре И наш сегодняшний гость Эксперт по контраварийному вождению Александр Каминский Сегодня мы говорим о том, как управлять автомобилем В сложных погодных условиях Уже разобрали, как вести себя в снег, в дождь Ветер, во время головедицы И уже начали говорить о том, как правильно поменять резину по сезону Какая она бывает И у наших активных слушателей, которые находятся сейчас здесь С нами в студии Авторадио Накопились вопросы за время перерыва Предлагаю к ним сразу и перейти Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ковалева Анастасия У меня вопрос следующего характера Он не про лайфхаки и советы Сейчас активно обсуждается общественностью Введение штрафа За несмену шин Если летом, то на летние Если зимой, то на зимние Вот что вы думаете по этому поводу? Анастасия, спасибо Очень интересный вопрос А вообще, конечно, идея-то правильная Зимой должна быть зимняя резина Летом летняя Конечно, надо людей мотивировать ее менять Поэтому я думаю, что нужно в первую очередь Доносить до людей актуальность смены резины Да, кстати, Александр, важный момент, коллеги Смотрите, в этом законе такое предложение Штрафовать за использование летних шин В период, внимание, с 1 декабря по 1 марта И жипованные резины с 1 июня по 1 сентября То есть, понимаете, обязательно с 1 декабря Мне кажется, что во многих регионах Уже с 1 ноября можно смело И в то же время переходить на летнюю резину Не использовать, точнее, зимние резины С 1 июня по 1 сентября Есть регионы, где до мая снег лежит Абсолютно согласен До мая иногда в июне Я думаю, что не будет сложности Если к этому закону будут носиться поправки Уже властями на местах В соответствии с теми погодными условиями Которые есть в данном регионе Просто заваливает нас сообщениями о том Как выбирать резину на зиму Ой, а можно я расскажу? Давайте Принцип первый Резина, вообще любая резина Рассчитывается под определенный Температурный диапазон Летняя резина, она более жесткая И она не плавится при высоких температурах Соответственно, дубеет при низких Превращается практически в пластмассу Зимняя, наоборот Она на большой жаре начинает плавиться Но она не дубеет на морозе Дальше уже, конечно, протектор, шипы и так далее Выбираем резину по температуре А дальше, смотрите Чтобы определиться с шипами или с липучкой Надо просто понимать, что для чего Всего 4 типа резины по температуре Летняя Это, скажем так, от плюс 5 и до бесконечности Дальше Всесезонная резина Резина для так называемой европейской зимы Она работает в очень узком температурном диапазоне От минус 5, наверное, до плюс 10 Что-то такое Демисезонная Дальше Есть резина, так называемая липучка Это резина для суровой зимы Где вечная мерзлота Где температура минус 30 Это самая теплая А зима там 6 месяцев Это не для Москвы, а в нашей полосе Где, скажем так, минус 20 Это самое холодное чаще всего Вот шипованная резина Делается именно в расчете на эту температуру И шипы туда втыкаются Как раз потому, что Именно при этой температуре Шипы будут эффективны на льду Если этот лед вам попадется Ну вот интересный вопрос на наш ватсап номер 8-915-459-2020 Пришел даже, я бы сказала, не вопрос, а крик души Почему в России первый снег Это всегда большой сюрприз для коммунальных служб Не только для водителей Почему они не читают прогнозы в погоду И вообще допускают дни жестянщика Почему не реагируют оперативно Увидели, что завтра резко упадет температура Значит, нужно под утро обрабатывать дороги реагентами Честно говоря, я против того, чтобы зимой Дороги расчищали до асфальта Во-первых, потому что возникает вот эта вот слякоть, жижа И там и обувь портится, и машины портятся Ну и противники реагентов тоже существуют И их немало Я об этом, конечно Во-вторых, асфальт Мы уже сегодня с вами выяснили Что асфальт немножко расслабляет И люди ведут себя на дороге более самоуверенно Чем следовало бы Как бы я делал Я считаю, что дороги должны быть гладкими То есть для меня единственная проблема зимой Это когда ты не можешь просто проехать Ты зарываешься в этом снегу Если у тебя особенно задний привод Все Уже можно из сугроба не вылезти И вообще по дороге ехать не получится То есть дороги должны быть расчищены Только и всего Если дорога скользкая Ну мы тоже с вами выяснили Что против скользкой дороги Всегда отлично работает интеллект водителя Если ты понимаешь, что ты по ней едешь Вносится необходимый коррективный стиль вождения И собственно можно нормально себя чувствовать Александр, вот еще один вопрос к вам От слушателей в нашей студии Здравствуйте Здравствуйте, меня зовут Олеся Я бы хотела задать такой вопрос Вы не могли бы подсказать Как действовать в условиях заноса? Просто со мной случилась такая ситуация Я ехала на трассе Москва-Дон Это была зима В один прекрасный момент я вижу Что дорога начинает закругляться Ну поворот Соответственно Как учили в школе Тормозить резко На скорости зимой нельзя Я возможно совершила ошибку Я не стала тормозить Я просто отпустила Плавно начала отпускать педаль газа И соответственно Все равно я ощутила Как мою машину стала заносить В чем была моя ошибка И как правильно вести себя в данной ситуации Чтобы избежать аварии Какой интересный вопрос Смотрите, друзья Важно учитывать физику движения автомобиля Она очень простая Многие думают, что тормоз Это педаль, которая машину замедляет И при этом забывают, что тормоз Это та педаль, которая меняет развесовку автомобиля Вес автомобиля с задней оси Частично перемещается на переднюю Получается дисбаланс И сцепление задних шин с дорогой Ухудшается при торможении Когда мы делаем это напрямую Риски заноса минимальны Если это сделать в повороте Получается, мы совмещаем две силы Мы рулем создаем боковую силу Которая пытается машину спихнуть с дороги А тормозом мы разгружаем заднюю ось И, собственно, ее подставляем Под удар И, Олеся, на самом деле Отпускание педали газа Это то же самое, что нажатие на тормоз Просто легкое Ведь вы же газ отпустили Скорость снижается Машина все равно клюет носом вперед И в каких-то ситуациях Этого достаточно для того, чтобы занос возник Что, собственно, у вас и произошло Поэтому, чтобы избегать вот таких ситуаций Нужно в повороте идти с постоянной скоростью Со слегка нажатой педалью газа А это значит, что тормозить, закончить Мы должны на прямой На прямолинейном участке Теперь дальше Что делать все-таки в заносе? Многие слышали формулировку Повернуть руль в сторону заноса Да? Наверное? А еще говорят, что на переднем приводе Надо в одну сторону крутить А на заднем в другую А главное все это вспомнить нужно В этой экстремальной ситуации На самом деле все проще Гораздо проще Если начался занос Вам нужно вернуть колеса на дорогу Если вы едете по прямой Вам надо поставить руль таким образом Чтобы, если сверху посмотреть Чтобы колеса смотрели вдоль дороги То есть колеса должны быть параллельны Допустим, разделительной полосе Да, если мы едем по прямой То есть принцип управления автомобилем в заносе Он ничем не отличается от управления автомобилем вообще Куда руль повернули, туда машина и поехала Все Так, давайте дадим возможность Еще гостям задавать свои вопросы Здравствуйте А задавайте свой вопрос Александр, у меня еще один вопрос к вам Скажите, вот мы сейчас обсуждали заносы А что делать, если не установлен знак поворота Да, ты едешь, тебя уже несет Вот что вы посоветуете в этой ситуации? Здесь вопрос, видимо, в дорожной инфраструктуре В недостаточной оснащенности Бывают столбики какие-то, снегом занесет знаки Ориентиров не хватает, одним словом Анастасия, а глаза-то зачем? Давайте так Есть такой великий гонщик Михаил Шумахер Гонщик, он действительно феноменальный Но, как говорят, у него был один недостаток Он плохо тестировал машины Потому что задача пилота, тестирующего Сесть и понять недостатки машины И сказать инженеру, что улучшить Где-то ему некомфортно Где-то она больше поворачивается, чем нужно А Шумахер, он настолько хорошо адаптировался Что ему было все равно, на чем ехать И он никогда не мог дать инженеру объективную информацию Потому что если она плохо тормозит Он тормозил раньше Если она там плохо поворачивает Он поворачивал больше Ну и так далее Вот любая дорожная обстановка Достойна того, что вы под нее адаптировались И какие бы там знаки ни стояли Какое бы покрытие ни было Если вы анализируете и вносите коррективы Вам будет абсолютно все равно, по какой дороге ехать Поверьте Итак, друзья, напомню, что на официальной странице ВКонтакте У нас проходил опрос Значит, вопрос звучал следующим образом Что вы делаете во время смены сезона Для своей безопасности? Было предложено три варианта ответа Самым популярным вариантом ответа Оказался следующий Меняю стиль вождения Резину Стараюсь быть более внимательным За рулем 86% На втором месте Езжу, как обычно Снижать скорость и соблюдать дистанцию Это для новичков всего 9% И 5% Пересаживаюсь на общественный транспорт Что вы думаете по этому поводу? Александр, как эксперт по контраварийному вождению Насчет первого самопопулярного варианта ответа Скажу, что, естественно, согласен с тем, что надо менять резину С тем, что стиль вождения Не совсем согласен Потому что, как я уже сказал Мы управляем машиной на привычках Если мы привыкли ездить по летнему За один день привычка не поменяется Стиль вождения надо поменять, конечно Но это надо сделать один раз на всю жизнь Чтобы потом его не менять Вот, как я сказал тоже Я стиль вождения не меняю Он у меня всегда одинаковый Просто он правильный Наталья, как эксперт в области безопасности Дорожного движения Что посоветуете вы? Что вы думаете по этому поводу? Я бы уделила особое внимание прогнозам погоды Так или иначе Мы каждый день выходим из дома Подбирая одежду И так беспокоимся за то Что у нас не промокнут или не промокнут ноги Мы берем зонтики А вот когда садимся за руль Очень часто не обращаем на эти прогнозы внимания Большое спасибо Благодарю зрителей в студии Благодарю наших слушателей Которые были с нами в течение всего эфира А также благодарю нашего гостя Сегодняшнего эксперта по контраварийному вождению Александра Каминского Спасибо вам Друзья, если у вас еще остались вопросы Вы можете оставлять их в нашей общественной приемной На официальной странице Авторадио В социальной сети ВКонтакте Либо же отправляйте их на наш ватсап номер 8-915-459-2020 До встречи в эфире Пока-пока Вместе за безопасность На Авторадио